В детском технопарке на базе Центра дополнительного образования детей открыли сразу два дополнительных направления. Теперь здесь будут изучать еще и IT-технологии, а также осваивать современные методы изучения биологических объектов. С внедрением новых направлений IT-квантум и биоквантум мы выйдем на новый уровень, повысится качество работ обучающихся. Совместно с нашими направлениями будут работать с нами предприятия акционерной компании «Алроса», научные сотрудники. Напомним, сам технопарк открыли еще в прошлом году. Детей начали учить по трем направлениям – робототехника, промышленный дизайн и хай-тек-цех. Открытие новых направлений позволит привлечь к исследовательской деятельности еще более 400 школьников. Со следующего года хотим уже начать изучить языки программирования с 7 лет. Для этого нашим центром в этом году был выигран федеральный грант на создание в 2022 году IT-куба. То есть это тот же IT-центр, но будет иметь 6 разных направлений, где дети мирного в количестве 300 человек будут обучаться в этом IT-центре. IT-технологии в последнее время развиваются быстро. Не отставать от тенденций решили и в Мирненском районе. В этом году на базе Центра дополнительного образования «Надежда» Айхал открывается филиал детского технопарка. Ну там пока у нас будет только одно направление по робототехнике. В наших планах еще к концу данного календарного года открытие IT-школы на базе 26-й школы. Там будет чисто программирование. Кабинет IT-квантума оснастили современными высокопроизводительными компьютерами. Закупили интерактивное оборудование. Для этого из районного бюджета выделили 2,5 миллиона рублей. Занятия проводятся бесплатно. Записаться на них могут учащиеся с 6 по 11 класс. Они будут осваивать языки программирования, углубленно изучать сетевые технологии. Направление «Биоквантум» предоставит воспитанникам узнать как можно больше о различных возможностях биологии. В мини-лабораториях они смогут заниматься научно-практической деятельностью. В кружке будет исследование более углубленных предметов биологии. Также еще в проекте «Аспект экологии». Это будет сотрудничество с экологическим центром АК «Алроса». Ребята будут исследовать то, что мы с ними проходили, формировать все вот эти навыки, необходимые для подготовки проекта участия в различных научно-исследовательских конференциях. Сегодня в Центре дополнительного образования детей занимаются более 1100 учащихся. С сентября уже начался набор на новые направления. Ивана Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Ивана Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Ивана Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Академия «Алмазный край».